Привет, зритель! Игра зовет нас с тобой в славный подмосковный город Химки для того, чтобы посмотреть на игру московской команды. Вот такой каламбур, уважаемые друзья. Добро пожаловать на Мелбет Первую Лигу. Это четвертый тур этого турнира. И это матч двух, если позволить, из самых бегущих команд в нынешнем первенстве в этом сезоне. Торпеда Чайка! Чайка в черном, Торпеда в белых футболках и черных шортах. Поехали, уважаемые друзья. Начнем с составов. Давайте про Торпеда в первую очередь поговорим, про хозяев. Да, и это абсолютно правильно. Команда с историей. Вот сейчас в атаке Чайка. Это Пелех прострельную передачу в штрафной площадь делает. Ух ты, какой момент, Станислав Библик. Исполнен сейчас центральный нападающий Чайки. Один из немногих случаев, когда Прессин Кохлачева оказывается совсем уж беспочвенным и никчемным. А это Червяков, который входит с мячом в штрафную площадь и будет искать партнера. Прямо сейчас прострельная передача. Вот он главный момент Торпеда в этом матче. На данный момент. Ну да, на двадцатую минуту. Удобно-неудобно, а пробил-то он опасно. И там рикошет мог быть, но в итоге получился просто заблокированный удар. Благодаря действиям защитника продолжает Чайка. Игра рукой была в штрафной площади. Это пенальти. Эпизод-то был неочевидным. Аравиль Нитфуллин явно не хотел действовать подобным образом. Но кого это волнует? Гол. Очень четко Станислав реализует этот пенальти. Вот так. 0-1. 32-я минута матча. Станислав Кожедук показывает, видимо, некую букву. Рассмотреть не удалось. Ну и по обыкновению Михаил Штепа уже здесь прибегает для того, чтобы отметить забитый мяч своей команды. Ну это, понятное дело, уже становится ясным постфактум. Но вот сейчас, как мне кажется, Чайка должна еще больше уверенность почувствовать. Подача и залетает! Залетает у Червякова нечто совершенно восхитительное! Вау! Вот это да! Кто бы мог подумать? И точно не Михаил Штепа. Вот именно, что должен был об этом думать именно Михаил. Два шальных у нас в первом тайме. Но Руслан Червяков изобразил что-то из второй лиги. Совсем недавно футбольный клуб Калуга такое положил. Вот теперь настала очередь Торпеда. Это судьба, Саша, судьба, которую любит сильных. И Руслан Червяков, который сегодня будет ложиться спать в хорошем настроении, вне всякого сомнения. И снова Чайка на первых порах пытается действовать. Мега активно. Хохлачев получает мяч, его поддерживает слева. Котов и мяч в штрафной площади. Обратите внимание, и удар какой! Ух ты, как-то неожиданно снова все. Да, Библик здорово развернулся. Дали ему пространство. Ну и Бабурина отмечаем. Но и ведь показатели еще того, что они физически готовы, они еще и мало фалят. Кожедуб подача в штрафную. Момент у Хохлачева! Ух ты, как сейчас Александр схватился за голову. Есть отчего, скажем так. Единственный игрок, который больше одного очка набрал. Здесь подача! Удар какой! И штепа! Ух ты! Вот это момент! На левом фланге вот одна из немногих атак «Чайки» в последнее время. Янов-то открылся под Котова, но Дмитрий решает идти сам. И идет-то как здорово и бьет поворотом. И Егор Бабурин удивился, скажем так. Пока футболист из Песченокопского весьма надежный. И будет удар поворотом прямо сейчас. Как мяч летит-то! Очень рядом было. Штепа там тоже летел. Свисток. Подача в штрафную. Хорошо летит мяч, но Штепа должен его играть. Не играет, но мяч перелетает. И в итоге будет всего лишь удар от ворот. В сущности никто не играет этот мяч. И так и заканчивается матч торпеда «Чайка». Обнимаются Эльдиар Зарыбеков и Михаил Штепа со счетом 1-1. Заканчивается эта игра. И эта игра счет, который не характеризует то, что происходило на футбольном поле. Потому что кажется, что это был заурядный футбольный матч. На самом деле это была настоящая рубка.